Включила камеру я наконец-то. Я не верю, что я наконец-таки это сделала. Я включила камеру! Девчонки и мальчишки, ну я думаю, это видео только для девчонок. Ой, ой, задний фон, задний фон. Короче, я сейчас хочу снять для вас видео о косметике, которую мне доставили буквально пару недель назад. И честно хочу признаться, что я не всю ее тестила, потому что я не успела. У меня кое-каких нет дополнительных компонентов, но вы об этом узнаете дальше. И сейчас я поставлю свою камеру на окошечко и буду наконец-таки снимать для вас видео от окна. Да, освещение от окна. Это самое лучшее освещение от окна, когда свет падает от окна на лицо. Сейчас мне не падает свет, но вы поймете разницу. Ну что, давайте встретимся возле дивана. Всем привет-привет! Я надеюсь, вы не забыли, как меня зовут, потому что я давно не снимала видео. Вот такие болтологические для своего канала. Я даже разучилась говорить. Я уже, наверное, третий или четвертый раз переснимаю начало, то есть приветствие. И мне кажется, что я что попало, говорю, вот реально, что попало. Сейчас такой момент подходящий как раз получился, что и у меня есть свободное время, буквально 30 минут, на то, чтобы снять для вас видео, потому что мне пришла на днях посылочка. Я хочу вам ее показать, очень интересные продукты. Плюс еще просто сказать вам привет, потому что я очень соскучилась. Я знаю, что вы тоже соскучились. Пишите мне, я читаю все комментарии, но просто не успеваю ответить. Женя где пропало? Или просто у меня нет сил отвечать на повторяющиеся постоянно комментарии. Кто-то не увидел там, что где-то я там что-то ответила. Еще раз вы мне задаете одни и те же вопросы, поэтому я знаю, что делать. Я сниму в видео ответы на ваши вопросы. Я очень хочу ответить, поговорить с вами, рассказать про свою жизнь. Я ни в коем случае не скрываюсь, ничего там не прячу от вас. Просто сейчас такой период сумасшедший, просто крейзи период в моей жизни. Такие перемены и, знаете, у меня даже слов нет. Я думала, что это все в прошлом, что больше ничего меняться не будет. Оказывается, нет. У меня, наверное, такая вся моя жизнь. Я убегала всегда от этого, знаете, от хаоса в своей жизни. Но, оказывается, хаос есть часть моей жизни, и мне приходится в нем жить. И я сейчас пытаюсь как-то с ним смириться. Вот. Я, наверное, вас вообще запутала. Но это вообще нормально. В моей ситуации это нормально. Вот. У меня сейчас много проектов, много предложений. И поэтому у меня голова кругом идет. В первую очередь я хочу рассказать о таких хороших новостях. Я участвую в проекте от компании Asus. И мы на моем канале будем выпускать череду роликов. Школа моды и дизайна. Я буду выступать учителем в этой рубрике небольшой. Я безумно рада этому событию, честно. Потому что это все-таки большая компания. Я горжусь собой. Я счастлива, честное слово, я очень счастлива, что они предложили мне поучаствовать в этом проекте. И участвовать будете вы, потому что там будут и конкурсы, и разные задания прикольные. Подробности будут в описании под этим видео. Вы можете пройти по ссылке и посмотреть, что же это такое будет. В общем, скоро-скоро на моем канале будет проект. Классный проект. И, конечно, я вам обещаю, что на моем канале очень-очень скоро выйдут влоги о Японии. Потому что я побывала в таких классных местах. И я хочу вам их просто показать. А сейчас я вам покажу кое-какие новиночки, которые мне доставили с сайта Beauty Drugs. Я думаю, вам будут они интересны. А также хочу поделиться новостью еще одной, что Beauty Drugs наконец-то выпустили свою линию Beauty Drugs косметики. Которая не только по демократичным ценам, но и очень качественная. Поэтому тоже, если вам интересно, то посмотрите. Дизайн у них очень прикольненький. Такой своеобразный. Фиолетовые баночки. Как раз я люблю в последнее время фиолетовый сиреневый цвет. Цвет с шизофреником. Здесь гидрогелевые патчи, которые можно наклеивать под глазами, с дубровями, на носогубную складку. Я уже убирала мешочки под глазами. Бывает такое, вы проснетесь и у вас просто караул, что творится с лицом. По понятным нам причинам. Либо мы перепьем воды, либо мы нанервничаемся, наплачемся. В общем, наклеиваете под глазки и все хорошо разглаживается и увлажняется. Я прям в восторге. Надо же, нас начали выпускать что-то стоящее и прикольное. Ну, наконец-то. Почему бы и нет, да? Согласитесь, давно пора. А также они выпустили два вот таких ухаживающих средства за губами. Это мелкий скраб для губ. Как он пахнет клубникой, вы себе просто не представляете. Я хочу съесть, и у меня текут слюни, потому что я голодна. Очень удобно перед нанесением красной помады. Это мой трюк. Я когда наношу красную помаду, я пользуюсь каким-нибудь скрабом. В составе этого скраба натуральные эксполианты, которые очищают вашу отмертвевшую кожу. И затем я наношу увлажняющий бальзамчик. Он без запаха абсолютно и без цвета. Защищает от солнца, от ветра. Я помешана на бальзамах для губ, я помешана на разных эксполиантах и так далее, помадах и блесках. Что касается губ, в общем, я люблю продукты для губ. Еще выпустили стойкий маркер для бровей. У них он разных оттенков. Я B2 заказала себе такой для более таких коричневых бровей. И он реально стойкий. И, кстати, при помощи него я сегодня оформила брови, но, конечно, не полностью им. Я еще закрашиваю волосинки коричневой тушью и прорисовываю какие-то там пробелы вот этим маркером. Со всех сторон что-то шумит. На улице газон, а сверху здесь соседи что-то там ремонтируют. Класс! Вот именно в эти полчаса, да? Я заказала себе базу под макияж от Temptu фирмы. Здесь, кстати, видите, кисточка. Это матирующая база, очень прикольная. Я про нее нас слышала была под макияж. В общем, по тональной основе, если вы пользуетесь тональной основой, нужно обязательно использовать базу. Потому что она как бы выравнивает, матирует и меньше уходит тонального средства на ваше лицо вообще. Вы знаете, есть такой аэроглиф от Temptu, который наносит тональную основу при помощи не только тональной основы, еще румяна, там хайлайтер, разные такие жидкие кремовые консистенции, не прикасаясь к вашей коже, да, руками там или кисточками. Аэроглифом там как стены шпаклюют. Очень удобно это для тех, кто брезгует или у кого там проблемное лицо, и вы хотите, чтобы у вас визажист меньше прикасался к вашей коже. И, конечно, это супер классное приспособление, да. И вот говорят, что в паре отлично работает, но у меня нет аэроглифа. Вот, я пока купила себе корректор. Я, знаете, люблю, чтобы была палетка, там, не одна штучка, а много разных оттенков в одной коробочке. Это кремовый корректор, замазывает разные пигментные пятнышки, синячки под глазами. Не знаю, я вот не пользуюсь цветными корректорами, там, оранжевыми, синими, зелеными, да, которые убирают разные проблемы, там, прищитом или синяки. И я постоянно пользуюсь кремовыми вот такими корректорами, либо слишком светлыми, либо, там, пожелтее какие-то. Конец, у меня появилась такая вот модная вещичка, да, это вау-кисть для нанесения тональной основы. Это плотно-плотно набитая кисточкой. Я хочу признаться, что и эту кисть я еще не тестила, она не наносила еще тональную основу на мое лицо. Потому что у меня закончился мой тональный крем, и я себе не приобрела новый. Как-то я пока прекрасно обхожусь без тональника. Пока я не приобрела его себе, я не пробовала эту кисть. Это Кайлин фирма, или Кейлин. Представляете, вы там где-то достаете эту кисть, начинаете там наносить, и все вокруг такие говорят, вау, ну ты крутая девчонка, что это такое? Ты говоришь, вот, я блогер. Вот, еще заказала я себе крем увлажняющий антивозрастной, ну потому что мне пора уже ухаживать такими средствами за лица антивозрастными, потому что я не молодая девочка. Хотя чувствую себя на все 15 лет душе, и мозг тоже не развивается. Здесь экстракт алоэ и почек вука. Вовремя пришел этот крем, так как мой заканчивается уже, который я на iHerb заказывала. Да, посылочка, конечно, была не очень большая, но я хотела бы с вами поговорить. Быстрее всего было снять именно это видео, потому что продуктов немного, как-то хотела вам их показать, и хотела кое-что вам рассказать, то, что происходит со мной. Поэтому, девчонки, я не пропала. Я здесь с вами, все классно, скоро будут новые видео. Вот я, знаете, заметила, когда я вам что-то обещаю, или когда говорю там, скоро, или там, какое хотите вы следующее видео, вы там мне пишете, я с вами договариваюсь, что-то вам обещаю, и ничего не выполняю вовремя. Я поэтому не люблю обещать, потому что у меня что-то постоянно переворачивается, я не успеваю, и то, что я снимаю, то, что я выставляю, значит, я вот могу сейчас это сделать. Если что-то я не успеваю, то, что вам обещала, значит, пока вот какая-то заминка пока не получается. Но я обещаю не обещать больше ничего. Ну что, спасибо всем за внимание, до новых встреч, целую, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok